В прошлом году те поля, которые мы сеяли Амазоном, Кондором, там получили в среднем 16 центнеров. Там, где сеяли лапами, там в среднем урожай был около 8-9 центнеров, например. Меня зовут Далял Джузбаев. Мы находимся в Кургальджинском районе Ахмонинской области, село Садырбай. Хозяйство ТО МИРАС-2000. Мы сеем в основном пшеницу, ячмень, лен, твердые сорта пшеницы, травы. В этом году посеяли на площади 20 тысяч гектар. Работаем классическим методом основ. В прошлом году приняли решение взять анкерную сейлку. Так как у нас засушливый регион, надо заниматься влагосбережением. Основные осадки выпадают в зимний период, в основном летом осадков мало. Поэтому решили перейти на анкерную сейлку. Ну и когда выбор пал, там между... Сейчас же на рынке много анкерных сейлок. Ездили по хозяйствам, спрашивали. И вот решили взять Амазон Кондор. Я думаю, не ошиблись. Почему? Потому что эксплуатационные затраты, во-первых, небольшие. Сейлка очень простая. Мало узлов, которые могут там ломаться, выходить из строя. С прошлого года, допустим, практически ничего не меняли. Два года отработала сейлка, нормально. Также скорость посева очень хорошая. В этом году за смену, допустим, наши ребята осеяли 130 гектар. За смену. Это там, условно, 10 часов работы. Это очень хороший показатель. Затраты на солярку небольшие. Замеры я делал где-то 4-4,5 тысячи. А, 4-4,5 литра уходит на гектар. Это где-то около 1000 тенге, получается, на гектар. Что есть не очень... Ну, немного затрат на гассейн. Нравится кондор, потому что он ложит в первую очередь семя на ту глубину, которую ты задал. Не надо там бегать постоянно, по полям перепроверять. Один раз выставил сошники, давление дал, и на влагу он семя хорошо ложит. Это сейлка. Это из плюсов. И норма высева тоже держит отлично. После кондора строчки по всходам все простреливаются. Не так много там просевов, допустим, как на лапчатых сейлках. И у нас же поля большие же, и рельеф неровный. То есть часто встречается, что на ширину 15 метров рельеф там разный. И даже при этом сейлка отлично справляется. Ложит на всем своем пути, ложит на нужную глубину семена. Этого добиться на сейлках с лапами очень сложно. Постоянно это делаю непрерывно. Везде и в соцсетях советую брать кондор. Действительно, сейлка, она помогает нам увеличить урожайность. Вот в таких условиях экстремальных, в которых мы работаем, я думаю, это одна из лучших сейлок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова